И вот тогда было очень много возмущений по этому поводу, и вот этот вот Ахмед Дудаев написал даже вот такой комментарий к этой публикации. «Никогда не падали так низко», написал тогда Ахмед Дудаев. Вы не поверите, но Шаманов после нашего прошлого ролика про его дружбу с Иудовым в тайне от Кадырова написал нам письмо. Я его зачитаю. Значит, имейл. Приветствую, Тумсо. Буду краток. Прямо сразу чувствуешь по-армейски. Видел твое видео, где ты рассказываешь, что якобы мы с Магомедом Иудовым, которого ты называешь, точнее Магомедом Даудовым, которого ты называешь Иудовым, дружим за спиной у Кадырова. Ты утверждаешь, что твое утверждение категорически неверно. Как ты мог предположить, что я, генерал-полковник вооруженных сил Российской Федерации, герой России, буду водить дружбу с предателем вроде Иудова? Ты что, думаешь, я не знаю сущность предательства? Да ни один из этих героев России, в кавычках, говорит Шаманов, не стоит и грязной портянки моего солдата, патриота России. Посмотри внимательней на фото, которое ты демонстрировал, и обрати внимание, куда я посадил этого предателя. Вот здесь нужно, наверное, показать нам эту фотографию, посмотреть. Я посадил его в конец, чтобы знал свое место. Ты никогда не увидишь подобных ему предателей рядом со мной. И действительно, как вы видите, Иудов находится в самом конце. Шаманов не посадил его рядом с собой. Ты показываешь в своем ролике кадры, где Кадыров называет меня мерзавцем и проклинает. Что ж, я разберусь с этим. Я разберусь с этим потомственным предателем. Он ответит за эти свои слова и впредь будет фильтровать речь, говоря о своих государях. О себе, видимо, говорит Шаманов. Честь имею, генерал-полковник Шаманов. Кадыров, я искренне приношу тебе свои извинения. Я хотел стукануть тебе на Иудова, рассказав тебе, что он дружит с Шамановым у тебя за спиной. А получилось, что я стуканул Шаманову на тебя. Но я не хотел этого делать. Поэтому я заранее хочу принести свои искренние извинения. Не нужно меня искать, не нужно задерживать моих родственников, находить меня, заставлять меня извиняться. Я и так добровольно извиняюсь. Я не хотел создавать тебе проблемы с Шамановым. Ни в коем случае. Я наоборот хотел, чтобы ты создал эти проблемы Иудову. Чтобы ты знал, что этот человек у тебя за спиной вот такие вещи творит. Ну а получилось наоборот. Теперь, возможно, у тебя будут какие-то неприятности с Шамановым. Как бы там ни было, если от меня что-то будет требоваться, чтобы помочь тебе в разрешении этой ситуации, я готов тебе помочь. Можешь тоже написать мне имейл. Я могу зачитать его в эфире. Саляму алейкум. Томсо, недавно заходил на твой эфир на чеченском языке и заметил странное сходство с Кадыровым. Вы также говорите «дон». Что это такое? Прям странное такое сходство. На самом деле это нормально. Мы обычно используем это слово «паразит» для связки слов. Когда говорим на чеченском обычно. Но Кадыров использует его, говоря на русском. Я, как видишь, не использую. Я только на чеченском его использую. А так это не кадыровская какая-то фишка. Это в нашем народе так принято. Многие из нас именно так разговаривают. Привычка такая. Так, я хочу вам еще одну тему осветить. Где-то два года назад кадыровский министр печати информации по внешним связям Ахмед Дудаев прокомментировал видео. Тогда пропаганда ЧКТРКшная показала кадры архивные наших воинов. И один из воинов, значит, чеченец, нес у себя на плечах, нес, значит, своего амира араба, Абу Аль-Валида. И они тогда показали эти кадры, и все возмущались. Вот, мол, что происходит. Чеченец там, типа, носил на руках араба. Они проходили речку, и чтобы, значит, не намок Абу Аль-Валид, он его как бы переносил. И вот тогда было очень много возмущений по этому поводу. И вот этот вот Ахмед Дудаев написал даже вот такой комментарий к этой публикации. «Никогда не падали так низко», написал тогда Ахмед Дудаев. Я уже комментировал еще тогда, два года назад, эту тему. Я тогда показал Ахмеду Дудаеву, как Кадыров носит на руках Михаила Галустяна. Ну, они на это ответили, что, мол, да, это тут, типа, шутки, а это совсем другое, мол, не подходит. И что вы думаете? Проходит два года. Начинается специальная военная операция в Украине. И в Чечню приезжает кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Разумеется, его встречает именно вот эта кадыровская братья в лице министра печати информации и руководителей местных телевидений. И вот, когда они уже его провожают, тут Ахмед Дудаев, обратите внимание, открывает дверь Владимиру Соловьеву. Посмотрите, как он, как он его обходительно с ним поступает. Вы смотрите, то есть носить, нести на себе своего боевого товарища, своего амира, командира, своего полководца, переносить его через реку, это было так низко, мы еще не падали. Это было настолько унизительно. А приехавшему какому-то пропагандисту Соловьеву открывать ему дверь, а мы для чеченского общества мы прекрасно понимаем, у нас вообще нет такого, не положено открывать кому-то дверь. Джахар Дудаев, да помилует его Аллах, не разрешал, будучи президентом суверенной Чечении, не разрешал никому из своих охранников открывать себе дверь. Считал это недостойным поведением. Для него это было недопустимо, чтобы чеченец открывал ему, чеченцу, даже будучи чеченцем, он считал недопустимо, что чеченец будет ему открывать дверь, закрывать за ним дверь. Хотя это президент, по положению, даже если бы ему открывали или закрывали, в этом не было бы ничего такого, да? Но менталитет для Дудаева был превыше всего этого. А здесь пропагандист Соловьев и ему Ахмед Дудаев, недавно упрекавший, что мол чеченец несет араба, считавший, что это прямо падение ниже некуда, открывает Соловьеву дверь. Видите, как бывает, как это все к ним возвращается, все их слова потом оборачиваются против них же самих. Что бы они ни говорили, они... Кстати говоря, вот это тоже для вас очень хорошее такое... Сейчас запомните то, что я вам скажу. Все, что вы говорите, имейте в виду, вот вы сейчас что-то скажете, это обязательно обернется против вас через год, через два, через три. Поэтому хорошенько думайте, прежде чем что-то сказать. Кстати говоря, про слова, которые оборачиваются против вас же самих, тут дальше еще будет тема по этому поводу. Всегда об этом помните. Когда вы включаете, особенно камеры, зайдитесь, что-то там, обращение какое-то делаете, подумайте о том, блин, Тумсо говорил, что мы сейчас что-то скажем, и потом это обернется против нас. Как бы так сказать, чтобы это завтра не обернулось против нас? Думайте об этом. Хотя я уверен, что это все равно обернется против вас. Как ты объяснишь, что именно Чечня воевала с Россией, а не Дагестан, например? Это традиция такая, это неправда. Во время Кавказской войны как раз-таки Дагестан и Чечня воевали. Это тоже вот эти вот стереотипы. Да, 90-е, к сожалению, так получилось, что только Чечень воевала. Но исторически, если мы посмотрим до этого, то не было такого, что вот кто-то там отдельный воевал. Всегда Кавказ весь стремился к противостоянию этой империи. За свободу боролся весь Кавказ. Западный, Восточный, все. Но вот 90-е, к сожалению, после того, как распался Советский Союз, и, видимо, вот этот период длительной оккупации под Советским Союзом, 70 с лишним лет, видимо, это как-то повлияло на кавказские народы. Не знаю, почему-то после развала Советского Союза, к сожалению, воспользовались этой возможностью на отделение только мы, к огромному сожалению. А так, если мы посмотрим историю, то очень много примеров того, как весь Кавказ единым таким фронтом, иногда единым, иногда там частично Западный Кавказ, Черкесы, геноцид Черкесов, то, что сегодня Красная Поляна, Сочи, Олимпиада, вы знаете историю, название Красной Поляны, почему она называется Красная Поляна? Загуглите, поинтересуйтесь этой темой. Красная Поляна названа из-за событий, которые происходили тогда, это геноцид черкесского населения, из-за того, что эта территория была залита кровью, вся эта поляна была залита кровью, это место названо Красной Поляной. Субтитры создавал DimaTorzok